Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. 20 апреля, и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. Начнем как стес пары евро-доллар. По паре евро-доллар продолжается восходящее движение в область 1.08, максимум, которые были зафиксированы в конце марта, и на текущий момент евро продолжает свое движение восходящее. Что касается краткосрочного таймфрейма, в том числе часового, ближайший разворотный уровень может быть отмечен в области 1.06.33. Соответственно, дальнейший перенос данного значения может быть сформирован после обновления локальных максимумов, максимум, которые были зафиксированы вчера, и после этого, после того, как цена уйдет уже по направлению вверх, мы увидим следующий импульс. Данный коррекционный уровень и, соответственно, уровень стоп-лосс для позиций на покупку мы сможем уже переместить за минимум в области 1.06.98. Пара британский фунт также продолжает свое восходящее движение. На текущий момент ближайший коррекционный уровень у нас находится на отметке 1.25.12, после стремительного роста на порядка 400 пунктов, который был 18-го числа, вчера и сегодня фунт несколько корректируется. Соответственно, следующий коррекционный уровень у нас может быть отмечен на локальных минимумах, но только после обновления уже локального максимума и следующего импульса на укрепление британского фунта. Пара австралийский доллар и американский доллар после выхода из области поддержки 1.75.56 продолжает свое нисходящее движение и на текущий момент коррекционный уровень по австралийцу находится в области 75.62. На текущий момент тенденция нисходящая по австралийцу также сохраняется. Пара американский доллар и канадский доллар после выхода из области 1.33.36, уровень сопротивления продолжает свое восходящее движение. С того уровня прошли уже порядка 150 пунктов и на текущий момент также коррекционный уровень находится на минимуме, который был 18-го числа в области 1.3312. На текущий момент тенденция на укрепление американского доллара в данной паре остается в приоритете. Пара американский доллар и японская иена сохраняют свое нисходящее движение. Несколько дней корректируемся. На текущий момент ближайший разворотный уровень по среднесрочной перспективе находится в области 109.41. Ближайшая цель по данному движению – обновление минимумов в области 108.17 и продолжение нисходящего движения по паре американский доллар и японская иена. Пара евро-фунт также продолжает свое восходящее движение. 18-го числа делали попытки уйти выше значений 84.95, но на следующий час фактически вернулись обратно к минимальным значениям. И на текущий момент тенденция также продолжается на ослабление евро в данной валютной паре. Ближайший разворотный уровень может быть отмечен в области 85.11 по данной паре. Индекс DAX также продолжает свое нисходящее движение. Ближайший коррекционный уровень все также остается на максимумах 18-го числа. Уже следующий импульс, который обновит минимум 18-го числа, позволит переместить разворотный уровень на отметку 120.43, максимум, который был зафиксирован вчера. Золото корректируется. Вчера на второй половине торговой сессии ушли ниже минимумов 18-го числа, минимумов предыдущей торговой сессии. На текущий момент мы видим начало коррекции, начало коррекционного движения по золоту. Вчера дошли до минимальных значений в области 1274. И на текущий момент торгуемся также ниже поддержки в области 1281 доллар за тройскую унцию. Поэтому сейчас в краткосрочной перспективе по золоту мы видим нисходящую коррекцию. Отмена данного сценария и продолжение восходящего тренда на текущий момент будет только в том случае, если золото уходит выше 1292 доллара за тройскую унцию. Ну и нефть марки Brent после начала коррекционного движения, которое мы также отмечали 17-го числа, продолжает свое нисходящее движение. Вчера дошли до отметки 52.50. И на текущий момент коррекция по нефти также сохраняется. На текущий момент ближайший коррекционный уровень может быть отмечен на максимум, который был вчера. Это область 55.16. Также, если вы рассматривали позиции на продажу, то на текущий момент имеет смысл скорректировать стоп-лосс именно за данный уровень, что позволит переместить его уже в безубыток, в плюс и двигаться по направлению нисходящего движения. Ну и индекс доллара также продолжает свое нисходящее движение. Хоть вчера и несколько скорректировались, но тем не менее общая картина пока это не меняет. Ближайший коррекционный уровень все также остается на максимуме 18-го числа, область 100.30. Соответственно, следующий импульс, который обновит минимум в области 99.35, позволит скорректировать данный уровень уже за локальный максимум по направлению также нисходящего движения. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.